Из дома 40-летней твери Тянки украдено ювелирное украшение на сумму 2 миллиона рублей. В день кражи взрослого в доме не было. В комнате на втором этаже оставался только сын потерпевший. Злоумышленник вошел на территорию через незапертую калитку. При помощи слесарного инструмента отжал пластиковую входную дверь и на первом этаже дома забрал все, что плохо лежало. Установлена причастность к совершению кражи 49-летнего ранее судимого безработного. Он специализировался на кражах из частных домов и был неоднократно судим. Освободился недавно и вновь взялся за старое. Он заранее присматривал дома, где проживают обеспеченные люди. Уровень благосостояния будущей жертвы фигурант оценивал на глазок. Похищенное сдавал в ломбарды и прятал в тайниках. Часть украденных украшений обнаружена и изъята. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. За период с 22 апреля по 5 мая 2024 года на территории Верхневолжья ликвидировано 169 пожаров, на которых спасено 3 человека, из них 1 ребенок. 8 человек эвакуировано, из них 2 ребенка. К сожалению, погибло 4 человека. Из наиболее значимых отмечаю пожар, произошедший 4 мая в поселке Березайка Бологовского муниципального округа. В результате пожара огнем полностью уничтожено 2 жилых дома и 2 автомобиля марки «Газель». Благодаря умелым действиям огнеборцев не было допущено распространение огня на соседние жилые дома и постройки. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых спасено 7 человек. Пострадало 16. За отчетный период зарегистрировано одно происшествие на воде. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99. В преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в рамках патриотического воспитания, понимания связи поколений, традиций, долга и мужества, сотрудники Следственного управления регионального следственного комитета встретились с учащимися 10-го класса кадетской роты имени Михаила Тверского в школу номер 16 города Твери в Музее воинской славы Тверской областной общественной организации «Витязь». Между руководством Следственного управления и Тверской областной общественной организации по научно-исторической военно-патриотической работе с молодежью «Витязь» заключено соглашение о сотрудничестве при выполнении приоритетных задач, обеспечивающих установление обстоятельств совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками военных преступлений. В Музее воинской славы кадетам была предоставлена возможность наглядно ознакомиться с предметами, обнаруженными в ходе поисков мест захоронения красноармейцев. Экскурсия стала познавательной для старшеклассников кадетской роты. Ребята с интересом слушали и задавали множество вопросов. В ночь с 4 на 5 мая в более 7 тысяч населенных пунктах Российской Федерации состоялось почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов. Правопорядок в местах проведения праздничных мероприятий обеспечивали более 48 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований, правоохранительные направленности. Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова